Девушки отдыхают Экранизация одноименной книги с набором простейших заданий, выполненная в простенькой графике Супербайк Волд Чемпионшип 08 Сумасшедшая скорость, рискованные виражи Лучшее виртуальное воплощение мотоспорта на сегодняшний день Всем привет! В эфире снова Фак и я Влад Лехов Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх Оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению Поэтому устраивайтесь поудобнее и внимайте Кролики наносят ответный удар Вторая часть ставшей уже культовой аркады стала еще безумнее Ведь новая цель кроликов – вся планета Земля Коварные ушастые обустроили секретный тренировочный лагерь в торговом центре И уже ведут масштабную подготовку к всемирному вторжению Ваша задача – замаскироваться и проникнуть в лагерь И остановить, наконец, все это безумие Все бы хорошо, но есть одно маленькое но Смотрите и все узнаете 12 лет назад симпатяга Рэймон, эдакий французский аналог Чебурашки Стал для Юбисофт настоящим счастливым талисманом Двухмерный аркадо с его участием вышел тогда на всех возможных платформах И почти везде пригремел с одинаково большой громкостью Еще бы, ведь для своего времени игра была красива, обладала отличным стилем И с легкостью затыкала за пояс изрядно надоевшего всем Марио А создатель забавной зверушки Мишель Ансель быстро прослыл юным мудуркиндам индустрии Со временем серия игр про Рэймона разрослась до трех полноценных частей И некоторой прочей мелочевки Был и переход в 3D, который, что приятно, не уронил планку качества и не повредил стилю Первоклассный дизайн, юмор и геймплей – все это осталось неизменным Логично, что на волне такого вот долгоиграющего успеха должна была выйти и четвертая часть игры Работало над ней болгарское отделение Ubisoft Сам же папа на этот раз участия не принимал Вместо ожидаемого продолжения приключенческой серии Мы получили всего-навсего огромный набор мини-игр Но самое удивительное, что в это не только можно было играть, но и даже нужно Чего не скажешь с такой же уверенностью о сегодняшней игре Рэймон «Бешеные кролики 2» Игра поступила в продажу 5 июня 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 2,5 ГГц 1 ГБ оперативной памяти И 128 МБ видео А также 500 МБ на жестком диске Рэймонд Ревен Крэббитс Это мини-игры и еще раз мини-игры и ничего кроме мини-игр Большинство из них старые как мир Но в кроличьи обработки выглядят и играются на удивление свежо К сожалению, если в прошлогодней версии они воспринимались именно так, как нечто новое и очень интересное То вторая часть вас разочарует Дело в том, что разработчики подготовили для вас всего 16 игр В общем, единственное, чем эта игра может порадовать Это совместная игра до 4-х человек за одним компьютером Вот и все Наша оценка геймплея 3 балла Внешняя игра также ничего нового не предлагает Простенькая графика практически не отличается от прошлогодней Такие же просто оформленные локации и не самые детализированные игровые объекты Все как-то скучно и неинтересно 3 балла за внешний вид игры Единственное, что осталось на достойном уровне Это озвучка главных героев кроликов Они все так же забавно кричат Музыкальное сопровождение полностью взято из предыдущей части 4 балла за звук Многие из нас ждали вторую часть целый год И все ради чего? Ради 16 мини-игр, конечно, нет Вердикт будет простым Играть весело, но до безобразия мало Игра от них не трэш и ознакомиться с ней однозначно стоит Хотя бы потому, что это кролики Полчаса удовольствия вам гарантировано, но вряд ли больше Возможно, вас обрадует тот факт, что вторые бешеные кролики На персональных компьютерах вышли только в России И никто ни в одной стране мира не сможет больше поиграть на компьютере в эту игру По крайней мере, в ближайшие месяцы Наша общая оценка игры 3 балла Обидно, но игра больше похожа на демо-версию Все мини-игры можно пройти за один час Мы с вами ожидали новые штуки Оригинальные мини-игры Нет, кое-что интересное, конечно, есть Но этого очень мало Кроликов всего несколько штук Юмор есть, но только местами Сюжета нет никакого А графика ощущение такое, что она осталась где-то в прошлом и живет своей жизнью Абсолютно невзирая на современный мир, в котором живем мы с вами Но не все так плохо Поэтому сейчас мы ответим на ваши вопросы по игре Первый вопрос У меня в конце каждой мини-игры постоянно зависает компьютер Что мне делать? Ничего не помогает Отвечаем Тут есть несколько вариантов И все их стоит попробовать Попробуйте сделать в настройках разрешение экрана такое же, как и установленное в вашей операционной системе Также можно попробовать установить настройки на максимум Если это не поможет, попробуйте переустановить на другой жесткий диск эту игру Такая ошибка может быть из установки игры на системный диск При этом, когда играют несколько человек, зависаний вообще может не быть Следующий вопрос У меня не получается переключить управление в игре на клавиатуру Как это сделать? Отвечаем В меню после выбора персонажа нужно щелкнуть на изображение мышки рядом с персонажем И поменять управление на клавиатуру Супербайк World Championship 08 вышла совсем недавно Это продолжение известной серии мотосимуляторов Разработала игру компания Milestone по официальной лицензии World Superbike В первых анонсах нам обещали графику фотографического качества и массу игровых возможностей Посмотрим Основываясь на прошлых ошибках, разработчики сконцентрировали свое внимание на управлении и физической модели мотоцикла Для симулятора, тем более сделанного по официальной лицензии, это две важнейшие характеристики В 2000 и 2001 годах разработка симулятора по чемпионату World Superbike занималась компания EA Sports Но после неудачной премьеры очередной версии, которая больше походила на аддон и почти после пятилетнего умолчания потеряла эту нишу Этапы чемпионата проходят в самых разных странах В игре точно воссозданы почти все трассы мировой величины Представлены мотоциклы всех ведущих производителей Сузуки, Хонда, Кавасаки и многие другие Все машины точно копируют реальные прототипы и прекрасно детализированы Сюжет игры предлагает вам почувствовать себя в роли пилота-супербайка, разъезжающего по всему миру от заезда к заезду Сложно сказать, хороша ли жизнь этих спортсменов, но работа у них интересная Системные требования у игры следующие Процессор 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативки, видеокарта с памятью не меньше 256 МБ и 6 ГБ на жестком диске Геймплей состоит из, собственно, чемпионата и отдельных заездов Чемпионат полностью повторяет правила проведения своего реального аналога А заезды полностью в руках игрока на выбор Десятки трасс, всевозможные мотоциклы, любые соперники Все, вплоть до погодных условий, будет так, как захотите Этот режим отлично подходит для тренировки определенных стилей вождения Для ботов создана уникальная система искусственного интеллекта Благодаря ей виртуальные гонщики способны составить конкуренцию даже самому опытному байкеру Любители кровавых побоеч будут разочарованы Травмировать гонщика очень сложно, и в любом случае все заживет в следующей гонке А мотоцикл убивается достаточно быстро Оценка геймплея 4 балла Графика, как и обещали, на высшем уровне Игровой процесс можно сравнить с видеотрансляцией соревнований Спортсмен с мотоциклом детализированы вплоть до застежек на коже и звенья в цепи Трассы прорисованы не хуже, благодаря чему через монитор отлично передается ощущение скорости Высшая оценка за визуальное воплощение Звуковое сопровождение в основном состоит из рево-форсированных двигателей и скрежет раскаленных тормозов На фоне и в меню присутствует легкая электронная музыка в роли фактора, погружающего в процесс 4 балла за звук В итоге получилась хорошая игра, погружающая во все тонкости мотоспорта В меру сложная, требующая тренировок и массу внимания Но взамен игра дает фантастическое ощущение езды на беспредельном мощном мотоцикле по гладкому как стул треку 5 баллов получает симулятор Superbike World Championship 08 Перед нами яркая игра, предлагающая до совершенства оттачивать навыки вождения виртуального мотоцикла И побороться за лидерство в мировом чемпионате Всем, кто давно знаком с мотогонками, игра послужит хорошей тренировкой А новичкам отличным поводом приблизиться к мотоспорту А сейчас разберем накопившиеся у вас вопросы Вопрос А можно менять мотоцикл между этапами? Отвечаем Да, можно Но выбор будет значительно ограничен спонсором И делать это можно только во втором круге соревнований Вопрос Никак не даются крутые повороты Все время улетают с трассы Что мне делать? Отвечаем Постарайтесь заходить в поворот по внутреннему радиусу И не бойтесь сбрасывать скорость Ваши оппоненты делают то же самое И своих позиций вы не потеряете А также вы можете включить помощников И лишить соперников искусственного интеллекта Но в этом случае игра потеряет свою изысканность И станет больше похожа на аркаду Вопрос А как правильно настраивать мотоцикл перед заездом? Отвечаем Перед каждым заездом вам предоставляется информация о погодных условиях Если покрытие сухое и нагрето на солнце То лучше поставить твердую резину без протектора И сделать жесткие амортизаторы А в случае дождя Делайте все с точностью до наоборот Смотрите далее Code of Honor 2 Агрессивный шутер без претензий на качество Но лучше в своей серии Хроники Спайдер Вика Экранизация одноименной книги С набором простейших заданий Выполненная в простенькой графике Смотрите далее Code of Honor 2 Агрессивный шутер без претензий на качество Но лучше в своей серии Хроники Спайдер Вика Экранизация одноименной книги С набором простейших заданий Выполненная в простенькой графике Экранизация сказочного романа Хроники Спайдер Вика От американских писательниц Тони Диттерлицы и Холли Блэк Большого успеха публики не снискала Второй попыткой популяризировать Кельский фольклор Стал выход компьютерной игры По мотивам фильма К подобным проектам Мы уже давно относимся скептически Но на этот раз Разработчики основывались Не только на событиях киноленты Они не поленились разбавить Десятичасовой игровой процесс Оригинальными событиями из книжки В основе игры лежит история О трех подростках Каждый из которых обладает Своим собственным характером И умениями Джаред Типичный жулик Ловкий и быстрый Превосходно умеет прятаться И может проникнуть туда Куда проникать строго воспрещается Саймон Его брат-близнец С полностью противоположными признаками Прирожденный друид Умеющий ладить с животными И самый старший ребенок Мелори Бойкая девица Занимающаяся фехтованием Настоящая воительница Отважная и решительная Однажды вся троица Вместе с мамой Приезжает в заброшенное поместье Которое перешло к ним От тетушки Кротающей в свои дни В местные психлечебницы Оно и неудивительно Старушку утверждает Что ее отца Артура Спайдервика Украли эльфы Истинной же причиной исчезновения Стал написанный им Путеводитель по волшебной стране Раскрывающий секреты Сказочного народа Горе писатели Изловили и увели В неизвестном направлении А охранять драгоценный Фолиан поставили Дымовенка Последний чего-то Не досмотрел Книга попала в руки К Джареду И любопытные подростки Отправились на поиски деда Не спеша двигаясь к цели Троицы подростков Постепенно узнают Новые подробности О жизни волшебного народца Изучают боевые приемы И магические рецепты Все полученные знания Записываются в путеводитель Спайдер Вика Тот самый, с которого И начались все неприятности В нем можно найти Список ключевых И второстепенных заданий Всевозможные подсказки И просто интересные факты Рекомендуемые системные требования Процессор, работающий на частоте 2,5 ГГц 1 ГБ оперативной И 256 МБ видеопамяти На жестком диске Хроники Спайдер Вика Займут 3 ГБ Хроники Спайдер Вика Это прежде всего Постоянные поиски И лишь слегка Приключения и драки Значительную часть времени Приходится заниматься Сбором информации И разнообразных артефактов Разнообразие врагов Ничтожно А сражения скучны И в большинстве Своем однотипны Некоторое тактическое разнообразие Появляется лишь после того Как дети начинают использовать Волшебную силу феи Тройка за геймплей Внешний вид игры Сложно назвать Выдающимся и запоминающимся Все это очень сильно напоминает Приключения Лара Кроф Или пресловутого Гарри Поттера Образца трехлетней давности Тройка за внешний вид Озвученные персонажи неплохо Это, пожалуй, единственный плюс игр Созданных по мотивам кинолент Всех героев озвучивают Хоть очень маленькие Но уже профессиональные актеры Музыка и прочие эффекты Выполнены довольно просто Четверка за звук Авторы честно пытались Создать настоящую сказку С большим количеством головоломок На деле же получился эдакий Пересказ фильма Соответствующей атмосферой Задания проще картона Да к тому же нередко подвисают Стоит отклониться от главной линии Взять не ту вещицу И поручение станет неуполнимым Тройку получает сегодня игра Хроники Спайдер Вика Для тех, кому прогулки По сказочной стране покажется мало Предусмотрен целый набор мини-игр Идущий в комплекте И рассчитанной на участие Нескольких игроков Жаль только уровень технического исполнения Отпугнет половину желающих Уж больно просто выглядят местные пейзажи А сейчас наши ответы на ваши вопросы По игре Хроники Спайдер Вика Вопрос Как мне пройти в кабинет Артура Спайдер Вика Я бегал весь особняк Но так ничего и не нашел Отвечаем Для начала отправляйтесь в башню Там найдете метлу Джаред сломает ее И у вас появится оружие Далее спускайтесь сниз На кухне обратите внимание На стену, залепленную гипсом Разбейте ее ручкой метлы И обнаружите небольшой подъемник Он и приведет Джареда в кабинет Артура Вопрос А где мне найти злосчастный путеводитель По волшебной стране? Отвечаем Отправляйтесь в комнату деда Там на столе найдете ключ Затем подниметесь в башню Там увидите сундук Который раньше не открывался Примените на нем ключ И обнаружите внутри заветную книгу Вопрос Как мне обустроить дом Для домового взамен разрушенного? Отвечаем Отправляйтесь во двор Там в сарае обнаружите игрушечный домик Отнесите его в комнату деда Далее возьмите спальню Джареда Медовый крекер И отнесите к домику Последнее, что попросит у вас домовой Будет гирлянда Ее также можно найти в сарае Студия Сити Интерэктив славится третисортными шутерами О некоторых из них мы уже рассказывали в прошлых выпусках Это Снайпер Арт оф Виктори Марин Шарп Шутер 3 Террорист Тейкдаун 2 И многие-многие другие И вот в начале лета эти умельцы Порадовали нас очередным своим творением Коут оф Онор 2 Что у них получилось на этот раз Вы узнаете прямо сейчас Впервые поэкспериментировать с идеей французского легиона Студия Сити Интерэктив Решилась в мае прошлого года Выпустив Коут оф Онор The French Foreign Legion В России эта игра была известна Как приказана уничтожить И вот спустя год Вдохновленная то ли успехом сомнительного качества То ли на волне экспансии своих поделок Неутомимые немцы выпустили вторую часть Коут оф Хонор Посвященную спецоперации французского легиона На каком-то богом забытом острове Остров, понятное дело, далек от звания Необитаемый и населен, как водится Перевосходящими силами противника Сюжетная линия хоть и присутствует Но никакого внятного объяснения Всему происходящему не дает Понятно одно На острове есть некая секретная лаборатория Которую захватила некая террористическая группа Чем занимается лаборатория С какой целью ее захватили В чем угроза прогрессивному человечеству Все это покрыто мраком неизвестности И тебе предстоит это выяснить в процессе прохождения Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И 3 ГБ на жестком диске Игровой процесс в Code of Honor 2 Повторяет то, что мы видели в других проектах этой студии С одним лишь отличием Бегаем мы не с каким-то абстрактным оружием А с аутентичными пушками Которые стоят на вооружении французского легиона Это касается и всего остального Вплоть до шнурков на ботинках Впрочем, играть от этого интереснее не становится Тройка из геймплей Code of Honor 2 Классический пример застоя И отсутствия какого-либо желания развиваться Перед нами движок пятилетней давности Выглядит все настолько убого Что непонятно, как эта игра умудрилась попасть В топ-20 самых продаваемых игр в Германии Немцам может такое и нравиться Но наша оценка графического оформления игры 2 балла Звуковая составляющая также шаблонна И не несет в себе даже налета оригинальности Это касается как музыки, так и спецэффектов Наша оценка звукового сопровождения игры 3 балла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В заключении отметим, что в Code of Honor 2 Не все так плохо С одной лишь оговоркой В том случае, если проводить параллели С другими проектами эпистудии Если же судить глобально То это определенно слабая игра Применительно которой употреблять термин шутер Значит оскорблять такие шедевры Как Crysis, Far Cry и Doom Наша общая оценка Code of Honor 2 3 балла Безусловно, Code of Honor 2 Большой шаг вперед По сравнению с прошлыми шедеврами В кавычках От немецких разработчиков До хедлайнеров жанра Ребятам, конечно, как до луны Но не будем забывать Что продукты этой студии Никогда не стремились стать блокбастерами И законодателями мод И со своей функцией среднего класса В мире шутеров Худо-бедно справляются А сейчас мы ответим на ваши вопросы И дадим советы По прохождению игры Code of Honor 2 Первый вопрос В игре очень много темных мест По которым мне приходится передвигаться Со снайперской винтовкой Мало того, что ничего не видно Так я еще и не попадаю по врагам Из-за этого дурацкого прицела Что мне делать? Отвечаем Во-первых, в игре есть фонарик Он доступен по клавише X А во-вторых, как таковой снайперской винтовки В игре нет Зато есть наворот для автомата Видимо, вы забыли снять его еще в первой миссии И теперь мучаетесь Прицел снимается так же, как и ставится Кнопкой M Вуаля! И ваша так называемая снайперская винтовка Превращается в штурмовой автомат Теперь вы можете крошить врагов Направо и налево Абсолютно не заботясь о точности попадания Следующий вопрос По сюжету я вроде как работаю в команде Но мои напарники появляются только в видео вставках между миссиями Можно их как-то активизировать в процессе прохождения уровня? Отвечаем Нет! Code of Honor 2 Хрестоматийное похождение героя-одиночки Напарники, выполняющие роль статистов в видеороликах Видимо, введены в качестве уступки уставу французского легиона Который исключает подвиги сорвиголов Все-таки игра с претензией на аутентичность А не экранизация голливудского блокбастера Рады были помочь вам в прохождении игр Меня зовут Влад Лехов Это был ВПАК Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте Присылайте мне свои вопросы на адрес Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма До скорого!